Пожарные спасают не только от огня. Нередко они выезжают и на дорожно-транспортные происшествия. Навыки ликвидации последствий ДТП отрабатывали 8 пожарных команд со всей Ивановской области. Учения проходили в Шуе. По легенде, в результате лобового столкновения пострадал водитель ВАЗа. Прибыли на место вызова ДТП. Один пострадавший водитель. Автомобиль ВАЗ-2101. Боковой удар. Пострадавшего. Зажата нога. У каждого пожарного своя роль. Один разбивает стекла, другой срезает крышу автомобиля, третий накладывает шину пострадавшему. Со стороны выглядит все технично и слаженно. Но здесь есть один существенный нюанс. Пострадавший всего-навсего манекен, а не живой человек с тяжелейшей травмой. При оказании первой медицинской помощи пострадавшему обязательно оказывается психологическая помощь. Те подразделения, которые имеют в своих штатах психологов, там занимаются этим психологи. А так у нас в системе профессионального обучения даются вот такие навыки. И оказывают те спасатели, которые приезжают первыми к месту дорожно-транспортного происшествия. Как показали соревнования, для ликвидации подобного ДТП пожарным требуется порядка двух-трех минут. В реальной жизни счет идет на секунды. Помнить об этом и не терять самообладание – вот главная задача спасателя во время работы. В реальной жизни, конечно, может быть присутствует немножко такой вот, как бы, паники, то есть переживания за тех, кто находится в машине. Потому что бывают катастрофы очень страшные, достаточно ДТП. Значит, ну, тем не менее, это наша работа, срабатываем всегда четко, быстро, грамотно. Самый лучший результат в этих учениях показал первый отряд Федеральной противопожарной службы областного центра. Именно ему придется отстаивать честь и профессионализм ивановских спасателей на сборах в апреле. В Иваново приедут участники со всего Центрального федерального округа. Елена Белова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.